Нарьинмарская команда ЗОЖ провела очередную тренировку. Непогода ребят не испугала, а даже наоборот ряды спортсменов пополнились. О том, как попасть на тренировки и чем занимаются любители здорового образа жизни, выясняла Наталья Кислякова. Артем Детков уже более 10 лет занимается спортивным направлением воркаут. Выход на две силы, стойка на брусьях, флаг и другие элементы выполняет на уличных площадках. Артем признается, появление новых локаций дает возможность молодежи заниматься спортом в шаговой доступности. В искателях есть возле шестой школы площадка, турник, она уже очень старая. И, соответственно, сейчас начали появляться новые площадки. Соответственно, это привлекло больше желающих заниматься. Множество ребят появилось, которые занимаются в этом направлении также, очень интересуются. И, соответственно, для нас появилась возможность заниматься не в одном месте, а в разных местах. То есть по желанию и по погоде. Впервые на площадку пришла Ярослава Шелькова. Спортсменка раньше занималась полевой стрельбой. А теперь решила попробовать себя в других направлениях. В интернете нашли в объявлениях. И решили прийти. Потому что это полезно. И, по-моему, нужно развивать это дальше. Тренера организуют каждое занятие так, чтобы и новичкам, и профессионалам было по силам. Причем стараются разнообразить тренировки и как можно чаще их проводить, привлекая все больше молодежь. Стараемся как минимум три раза в неделю проводить открытые тренировки совершенно бесплатно на этой площадке. Будем готовиться к фестивалю спортивному села Заполярье. Сейчас летом она не получилась провести у нас его. Но я думаю, осенью, сентябре мы все-таки выстрелим. Проведением тренировок занимается организация «За здоровый образ жизни» в Ленинском округе. Все начиналось с пропаганды ЗОЖ в школах, а затем пришли и к спортивным занятиям на початках города. Такую задумку Александр Терлецкий, председатель организации, привез с большого форума в Крыму, где познакомился с движением «Трезвая Россия» и решил принять идею и к нам в округ. Мы начинали с уроков трезвости. Мы проводили в школах, во всех школах учебных провели данное мероприятие. И хочу сказать, что эффект есть, мы положительные, ребята интересуются. И вот с этого мы начинали. Потом нам удалось получить поддержку окружную. Мы поставили спортивные площадки, вот одну мы поставили в парке юбилейном. И одна еще площадка у нас есть в Искателе. К слову, ЗОЖ НАУ получили президентский грант на организацию ежегодного фестиваля силовых видов спорта «Силы Заполярья», который пройдет предстоящей осенью. Добавлю, о спортивных тренировках можно узнать в официальной группе ВКонтакте ЗОЖ НАУ. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».